В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день ноября с погоды. В районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске слабый дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 19-21 градусов тепла. Сегодня 80 лет со дня депортации карачаевского народа. Эта ужасная трагедия, унесшая тысячи человеческих жизней, навсегда останется черной страницей в памяти людей. Геноцид целого народа лишил возможности развиваться, и не только карачаевскому народу. Сегодня в нашей студии народная артистка Карачаева Черкесии Тамара Уртенова. Она расскажет, как прошлась сталинская косилка по судьбе конкретной семьи. К слову моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Тамара. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Сейчас вы достаточно редкий гость у нас. Тамара, сегодня 2 ноября, это печальная дата, день депортации карачаевского народа. Я знаю, что вы родились в Средней Азии. Я знаю, что у вас в семье у родителей было 10 детей. И один ребенок в депортации погиб. Да, он там погиб. Поэтому эта трагедия, конечно, как и весь народ, затронула и вашу семью. Я бы хотела у вас спросить. Какое самое яркое впечатление у вас? Яркое в том смысле, что яркое от боли, связанное с депортацией, связанное, может быть, с вашей семьей. Ну, в 41-м году отец ушел на войну. В сентябре мама оставалась в положении. Уже после него она родила девочку. А в 43-м году, как уже все мы знаем, их депортировали. Ну, она очень много таких горестных историй рассказывала про путь, как они туда ехали, как доехали, что там дальше было. И дальше уже где-то через год заболела эта девочка. Ну, кишечная инфекция какая-то, дизентерия или что. И она погибла. После этого ее мать погибла тоже. Ну, она ездила туда, поехала туда с младшим братом и с мамой. Все, она осталась вот с этим 11-летним братом. И до 46-го года, когда отец приехал, он, кстати, приехал в 46-м году, после войны он рассказывал, что они восстанавливали еще разрушенную Германию. А в своем творчестве как часто вы обращаетесь к теме депортации? В своем творчестве я тоже обращаюсь, ищу стихи, сочиняю музыку, песню на Инна Дина Мамчуева. У нее очень хорошая поэма, оттуда я отрывок написала, песню назвала «Харачай». Там как раз именно вот это вот все, то, что мы говорим, пишем, в нескольких строчках очень хорошо написано. И песня получилась хорошая так. Дай Бог, чтобы ни у одного народа этого не было. И чтобы все страшные события, которые происходят сейчас в мире, тоже остались в прошлом. Спасибо вам, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 в «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.